Правоохранительные органы Ташкента Им разъяснили требования законодательства Узбекистана, согласно которым в стране не допускается косвенная дискриминация по половому признаку, а также пропаганда гендерного неравенства через СМИ, образование, культуру. Этот закон также запрещает установление условий или требований, которые могут иметь негативные последствия для лиц определенного пола. Однако, кроме этого, в отношении ташкентцев были составлены административные протоколы по факту незаконного изготовления, ввоза или распространения материалов религиозного содержания. Комментируя данный инцидент, правоохранители отмечают, что подобные видео противоречат менталитету узбекского народа и национальным традициям. На это можно ответить тем, что задолго до установления современной власти в узбекском обществе были приняты другие правила поведения, основанные на шариате. Однако эти устои были вероломно уничтожены советской властью, элементы которой до сих пор участвуют в управлении страной. Казалось, что после прихода к власти Шавката Мерзиёева население Узбекистана обрело религиозную свободу. Это было продемонстрировано властями на разных уровнях, что было воспринято народом с воодушевлением. Однако наряду с этим начали происходить ситуации, которые противоречат заявленной и демонстрируемой политике. Известно немало случаев дискриминации на религиозной почве. Население, обманутой этой публичностью, решило, что наступила оттепель, и каждый на своем уровне стал проявлять свою религиозность. И, судя по всему, блогеры стали жертвами этой политики, которая ввела в заблуждение население Узбекистана. Ума-класс – это онлайн-школа для детей любого возраста. Вся школьная программа, официальное зачисление в любое время года, удобная IT-платформа, получение базовых шариатских знаний, углубленное изучение арабского и английского языков. Получите бесплатную консультацию на сайте умакласс.ру. Ссылка в описании.